Александра Казанцева не сразу заметила, что на ее внедорожнике появились непонятные хаотичные капли краски. Стекла, фары и весь кузов покрыла мелкая бордовая крошка. Откуда такой раскрас, долго гадать не пришлось, ведь буквально в 30 метрах от парковки стадион «Динамо». Накануне там проводили работы по укладке и покраске легкоатлетических беговых дорожек. Потому что так, конечно, не делается. Машины портятся, если вот так на них попадает краска. Причем мы совершенно никак не относимся к стадиону «Динамо», не имеем к ним отношения. И нас не предупреждали о том, что там будут какие-то работы. Мы не имели возможности свои машины убрать. Дорожки для спортсменов укладывали, как говорится, на совесть. Рабочие покрасили в яркий незатейливый не только полотной свои ноги, но и около десятка припаркованных неподалеку машин. Какими ветрами на автомобиле снесло мелкие капли краски, мы решили узнать у подрядчика, который выполняет работы. Работы мы проводили согласованно со стадионом. Вы от меня что хотите, я не совсем понимаю. Вы хотите мне, что когда дождь проходит плохой, вы кому претензии пишите? Я же на вашу машину ничего не лил. Возместят ли автовладельцам ущерб, пока неизвестно. Но очевидно, что подрядчик глобального проекта пренебрег элементарными требованиями безопасности. Важно задокументировать это все. Должны быть справки о размере причиненного ущерба. Ну и, собственно, с чего мы начали этот разговор. Естественно, важно зафиксировать сам факт. Потому что со временем следовая обстановка, она может утратиться. Кто-то что-то забудет, свидетелей желательно будет. После мойки следы краски никуда не делись. Сотрудники автосервисов уже дали свои прогнозы, во сколько может обойтись чистка лишь одной машины. И эта сумма исчисляется далеко не одной тысячей рублей. Не только полировать, да? А какая сумма стоит? 5-6. 5-6. Между тем, автовладельцы подумывают подать коллективный иск на возмещение ущерба. Те, кто организовал покрасочные работы, должны были учесть всевозможные факторы. Ведь пыль от этой краски могла осесть не только на авто, но и в легкие людей. Мария Микшута, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком.